Рано или поздно любовь приходит ко всем в любой форме и любом проявлении. Взгляните на это здание. Каждое окно в нем рассказывает свою историю, и каждая из них уникальна. Кто же сегодня найдет свою любовь? Давайте посмотрим. Алиса была студенткой. Она жила в небольшой студии на втором этаже вместе со своим котом по кличке Дымок. Иногда он уходил гулять, мягко спрыгивая с окна прямо на навес над магазином. Алиса никогда не беспокоилась за него. Она знала, Дымок вернется. Он всегда возвращался. Она думала, что он уходит на охоту или просто размять лапки. И действительно, иногда так и было. Но в его прогулках было еще кое-что. Нечто большее. Алиса только что приготовила ужин для себя и кота. Прежде чем сесть за учебу, она посмотрела в окно. Дымка пока нигде не было видно. Его не было дольше, чем обычно. И от этого ей стало не по себе. Погрузившись в раздумья, Алиса села за стол. Вдруг она услышала, как кто-то скребется и тихонько мяукает за окном. Она снова посмотрела наружу и увидела Дымка. Но он был не один. В зубах он держал крошечного котенка, а сзади него стояла рыжая кошка, которая держала другого малыша. Дымок взглянул на Алису и снова мяукнул. Девушка рассмеялась и впустила пушистую семейку в дом. Как же тут устоишь? Похоже, теперь у нее было четыре кота. Алексей жил в квартире на третьем этаже. Он уже был довольно стар, чтобы часто выходить куда-то. Поэтому большую часть времени проводил, сидя у окна и наблюдая за городской суетой. Он вспоминал дни, когда был полон сил и энергии. Теперь его дорогая жена умерла, а их дети выросли и уехали в другой город. Иногда Алексею бывало одиноко. Но его это не тревожило. Он прожил счастливую жизнь и был рад, что его дети и внуки здоровы и счастливы. Внезапно раздавшийся звонок в дверь заставил Алексея вздрогнуть. Он не ждал гостей. Мужчина медленно подошел к двери и посмотрел в глазок. На пороге стоял почтальон. Алексей открыл дверь и тот передал ему небольшую посылку. Мужчина понятия не имел, что лежит внутри, но подписал необходимые документы. Закрыл дверь и вернулся в гостиную. Он открыл посылку и обнаружил деревянную коробочку. Алексей тут же ее узнал. Это был подарок его покойной жены Марты на их двадцатую годовщину. Карманные часы с ее портретом внутри. Он был уверен, что потерял их. Трясущимися руками Алексей открыл коробочку и увидел часы и письмо. «Привет, папа. Мы снова переехали. И я нашел эти часы в одной из коробок. Думаю, мама была бы рада узнать, что они снова у тебя. Не теряй их. Хорошо? С любовью, Саша». Алексей перевернул письмо и улыбнулся. По его щекам текли слезы. На другой стороне было написано. «Послесловие. Мы приедем в начале марта. Все-таки у тебя день рождения». Последние несколько недель Анна ужасно переживала. Антон никогда так много не работал, а теперь стал засиживаться в офисе допоздна, в то время как она сидела одна в их квартире на четвертом этаже. И тот день не был исключением. Она заказала ужин в любимом ресторане Антона, но вся еда уже остыла. Ей пришло сообщение. «Прости, Анют, сегодня снова опоздаю». Она напрасно надеялась, что он придет вовремя хотя бы на День Святого Валентина. Она попыталась отвлечься за чтением, но никак не могла сосредоточиться, поэтому выключила свет и легла спать. Она крепко спала, когда в замке повернулся ключ, и Антон зашел в дом. Он тихо снял куртку и обувь, проскользнул в спальню, сел на кровать рядом с Анной и аккуратно погладил ее волосы. «Привет», — сонно пробормотала девушка. «Привет», — виновата ответил Антон. Анна почувствовала, что что-то не так. Она приподнялась, внимательно оглядела его и сказала, «Ты хочешь со мной расстаться, да?» Антон изумленно уставился на нее, а через секунду разразился смехом. Она растерялась. Затем Антон достал что-то из кармана. «Это тебе, открой», — он протянул ей маленькую деревянную коробочку. Она открыла крышку и воскликнула. «Это то, из-за чего ты работал ночами напролет?» «Да», — сказал Антон и опустился на одно колено. «Ты выйдешь за меня». Не произнеся ни слова, Анна бросилась в объятие любимого. Дима вместе с родителями и старшим братом жил в одной из самых маленьких квартир на шестом этаже. Он никогда не ладил с Женей. Должно быть, это и есть обычное соперничество между братьями, думал он. Но неделю назад они очень сильно поссорились, и Дима так разозлился, что случайно разбил свою камеру. Она ему очень нравилась, но родители не могли позволить себе купить новую. В тот день у Димы был день рождения. А Жени все не было дома. Ни мама, ни папа. Не знали, где он может быть. И выглядели расстроенными. Он даже не брал трубку. Похоже, он вообще выключил телефон. Дима одновременно был зол и разочарован. Вдруг раздался звонок в дверь, и мама побежала открывать. Но это были Маша и Андрей, друзья Димы, которых он пригласил на праздник. Настал вечер, все сидели за столом, а Жени до сих пор не было. Папа посмотрел на часы, вздохнул, подмигнул маме Димы и пошел на кухню. Она тут же поняла намек и выключила свет. И тут произошло сразу два события. Как только отец Димы вынес в гостиную именинный торт, в коридоре хлопнула дверь. Папа замер с тортом в руках, когда в квартиру ворвался запыханный Женя и посмотрел на Диму. Эй, братишка, сказал он, стараясь перевести дух. Похоже, я не опоздал. Держи, с днем рождения! Дима открыл коробку и увидел внутри точно такую же камеру, какая была у него. Он просто не мог поверить своим глазам, и ему очень хотелось задать брату один вопрос. Но как только он взглянул на пустой карман джинсов брата, то сразу понял, почему тот не брал трубку. Проглотив комок в горле, Дима произнес, хочешь кусочек торта? Данил сидел за столом в своей квартире на восьмом этаже. Он держал в руке ручку и смотрел на пустой листок бумаги. Он обещал себе написать это письмо, когда наступит 14 февраля, и теперь отступать было уже некуда. Но как же это трудно. У Данила предательски тряслись руки, и он совершенно не знал, с чего начать. Он встал из-за стола и начал бродить по комнате. Казалось, что признаться в своих чувствах в письме намного проще, чем лично. Ха-ха, конечно. Но либо сейчас, либо никогда. Поэтому, стиснув зубы, Данил начинает писать. Готово. Отлично. Он пошел вниз, чтобы отправить послание, но ноги едва его слушались. Когда он вернулся, то обнаружил в своем почтовом ящике письмо. Данил выудил его и нервно усмехнулся. Уж очень оно походило на то, которое он только что отправил. Парень открыл конверт, начал читать письмо и не заметил, как соскользнул по стене на пол. В письме было сказано «Привет, Данил». Не знала, как спросить лично, поэтому пишу. «Мне кажется, ты классный. Может, как-нибудь увидимся, Марина». Данил с облегчением рассмеялся. Он никак не мог поверить своим глазам. Похоже, он зря переживал. Юрий посмотрел на часы, которые показывали без пяти шесть. Он подошел к окну, чтобы в последний раз перед уходом взглянуть на скрипки. Мужчина взял свою самую любимую, присел у окна и начал играть. Все время, что он себя помнил, Юрий был одинок. Никто никогда не разделял его страсть. Но мужчине было все равно. Скрипки были всей его жизнью, и он зарабатывал ими на жизнь, делал музыкальные инструменты и играл на них. У каждой скрипки было свое имя и своя история. Эту он звал Агата. Она само совершенство. Он обожал каждый звук, который издавала эта скрипка. Юрий сомневался, что вообще сможет когда-нибудь ее продать. Мужчина закончил играть и заметил, что он уже не один. Кто-то стоял за окном магазина. Он взглянул поверх очков и увидел незнакомую женщину лет тридцати, которая смотрела прямо на него. Она вздрогнула и направилась к двери. Юрий открыл ей, и женщина произнесла «Это скрипка. Она прекрасна. У нее есть имя?» Пораженный мужчина ответил, заикаясь. «Да. Ее зовут Агата. А вас?» Женщина залилась краской и воскликнула. «Ох, простите. Меня зовут Елена. Можно мне ее подержать? Как можно к вам обращаться?» «Меня зовут Юрий. Пожалуйста, входите. Вы играете?» Вместо ответа Елена взяла в руки скрипку, прижалась к ней щекой и поднесла смычок к струнам. Мелодия была простой. Юрий хорошо ее знал, но он никогда не слышал, чтобы кто-то вкладывал в нее столько чувств. Он аккуратно взял вторую скрипку и подхватил мелодию. Закончив, Юрий и Елена просто сидели в тишине, уставившись глазами в пол. Когда они решились взглянуть друг на друга, то уже знали, что больше не одиноки. Любовь приходит ко всем нам в любых возможных формах и проявлениях. Любовь – это то, что заставляет мир вращаться. И в конце концов, она найдет путь даже к самому одинокому сердцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова